Сегодня перед нами 18 глава Торы, которая начинается в начале 21 главы книги Исход, 21 глава, 1 стих, и заканчивается в конце 24 главы книги Исход, Исход 24, 18. Я хочу обратить ваше внимание сегодня на одну интересную личность, которая описана в этой недельной главе Торы. Прочитаем в 23 главе книги Исход, стихи с 20 по 25. Исход, 23 глава, стихи с 20 по 25. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет тебя комареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и евусеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Личность, о которой я хочу сегодня говорить, это ангел Господень. Вот 20 стих, 23 главы книги Сход. Я посылаю пред тобою ангела. И вот полномочия этого ангела, которые представлены в этом отрывке, весьма необыкновенные. Оказывается, этот ангел введет народ израильский в обетованную землю. Что еще он сделает? Он будет хранить на всем пути. Полномочия его таковы, что нужно соблюдать то, что он скажет. Блюди себя перед лицем его, слушай глаза его, не упорствуй пред ним. Дальше он пойдет пред тобою и поможет тебе завоевать народы ханаанской земли. Кто такой этот ангел Господень? Которого нужно слушать, которому нужно повиноваться, который введет, который будет хранить, о ком здесь идет речь. С одной стороны, 21 стих говорит, нужно слушаться глаз этого ангела. А с другой стороны, 25 стих, служите Господу Богу вашему. Появляется вопрос, кому служить? Кому повиноваться? Кого слушать? Кто такой ангел, о котором говорит здесь Священное Писание? С этим ангелом мы встречаемся в Торе неоднократно. Давайте посмотрим на книгу Исход, 3 главу, на первые 15 стихов. Книга Исход, 3 глава, первые 15 стихов. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией Хариву. «И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает». Итак, кто явился? Ангел Господень явился. Явился в пламени огня из среды тернового куста. И вот история продолжается. Мы читаем, начиная с 4 стиха, 3 главы книги Исход. «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста. И сказал, Моисей, Моисей». Он сказал, «Вот я». И сказал Бог, «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал, «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова». Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога. Сказано, что ему явился кто? Ангел Господень. И когда Моисей сказал, «Подойду и посмотрю на это чудное явление», Тора дальше говорит, «Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста». Мы обнаруживаем, что ангел Господень по своей природе – это сам Господь. То есть, для обозначения одной и той же личности, для обозначения одного и того же существа, описываются разные термины. Ангел Господень, Бог, Господь. Причем, этот ангел Господень – это тот, кто есть Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. То есть, этого ангела еще праотцы знали. И дальше, когда Моисей продолжает разговаривать с этим ангелом Господним, который есть сам же и Господь, мы узнаем следующее, седьмого стиха, третьей главы книги Исход. И сказал Господь, «Я увидел страдания народа Моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его, и иду избавить его». И вот теперь опускаем несколько стихов и прочитаем тринадцатый стих. И сказал Моисей Богу, «Вот я приду к сынам Израилевым, и скажу им, Бог отцов ваших послал меня к вам». А они скажут мне, «Как ему имя? Что сказать мне им?» Бог сказал Моисею, «Я есм сущий». И сказал, «Так скажи сынам Израилевым, сущий послал меня к вам». Интересное здесь получается дело. Тот, кто называется ангелом Господним, он же одновременно называется и Богом, и Господом. И вот здесь, при обозначении его сущности, при обозначении его природы, используется самое священное слово во всей Торе. Так называемое четырехбуквенное имя. Тетраграмматон, «Юд», «Хэй», «Ва», «Хэй» и «Егов» или «Яхве» или «Яхва», его по-разному озвучивают. Традиционно в иудаизме его не произносят вслух. Заменяют другим именем Божьим, «Адонай». Вот когда мы с вами начинаем службу, мы поем «Шма», «Израэль», дальше «Адонай», «Элухейну». Но в оригинале не «Адонай» стоит, а четырехбуквенное имя. «Юд-Хэй-Ва-Ва-Эй» – «Сущий». Тот, который был, тот, который есть, тот, который будет, тот, который всегда существует, тот, который является основой существования. Он есть первоисточник, первопричина всего. Везде, где в Торе встречается четырехбуквенное священное, запрещенное позже в иудаизме для произнесения имя, всегда подставляется вместо этого имя «Адонай». Так вот, представляете, природа этого ангела Господня, ангела Божия такова же, точно такая же, идентичная природе самого Всевышнего, самого Творца, самого Бога. Давайте посмотрим еще на один эпизод, который показывает этого ангела Господня. Это в книге «Судей» во второй главе, первые четыре стиха. «Судей» – вторая глава, первые четыре стиха. «И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал, «Я вывел вас из Египта». Уже странно звучит, правда? Поскольку известно, что Господь, что Всевышний, что Творец, что Бог вывел Израиля из Египта. «Судей» – вторая глава, первые четыре стиха. «Я вывел вас из Египта и ввел вас в землю, о которой клялся отцам вашим дать вам». Оказывается, этот ангел Господень, и он еще про отцам клялся, еще в раму был известен. «И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступайте в союз с жителями земли сии, жертвенники их разрушьте, но вы не послушали гласа моего, что вы это сделали. И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлею, и боги их будут для вас сетью». Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израилевым, то народ поднял громкий вопль и заплакал». Вновь мы находим, что вот эта личность, ангел Господень, это тот, который выявил Израиль из Египта и ввел их в обетованную землю. Мы обнаружили, что эта личность по своей природе такая же, как и Господь, как и Бог. И вот теперь, зная все это, мы можем вернуться к 23 главе книги Исход, к отрывку, которую мы прочитали с вами в самом начале. И обратим внимание на один очень важный момент. 23 глава книги Исход, стихи с 20 по 25. «Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя перед лицем его и слушай глаза его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем». Видите ли вы здесь, давайте по-другому спрошу, сколько здесь существ присутствует, представлено? Два, правда? Два существа, две личности, тот, который говорит, и тот, о котором он говорит. Он говорит, «Я посылаю перед тобою ангела». То есть, совершенно определенно, здесь две личности. И вот эта вторая личность, ангелы, он по своей природе есть сущий, он по своей природе есть Господь, есть Яхве. И эта мысль отражается в нашем отрывке в конце 21 стиха в следующих словах. «Ибо имя мое в нем». «Имя мое», говорит Господь, «в нем». Значит, имя Божье мы уже узнали, да? Моисей и спросил об этом еще в самом начале, когда Господь ему явился на горе из среды тернового куста. «Имя мое в нем». То есть, вот этот вот ангел, он является носителем Божьего имени. Не просто «на нем», не просто так он называется, а «в нем». В подлинненьке, в оригинале используется следующая формулировка «бекербо». «Б» – это «в». И дальше «кереб» означает внутренность, внутренняя природа, внутреннее естество. Так вот, по своему внутреннему естеству этот ангел отражает Божье имя. Ну и, конечно же, большинство из вас знает, что когда речь идет об имени в Священном Писании, речь не идет о простом звуке или звуках. Имя – это характер, это сущность, это природа. Так вот, Господь говорит здесь о том, что у этого ангела его божественная природа. Итак, это первый отрывочек, который мы рассматриваем с вами сегодня в нашей недельной главе Торы. Перед тем, как мы обратимся ко второму отрывочку, вопрос вам. Можно ли человеку увидеть Бога? Можно ли человеку увидеть Бога? Имеется в виду не в видении, не во сне, а лицом к лицу реально наяву. Ну что ж, очень интересно, да? Давайте посмотрим, давайте посмотрим на отрывочек, который описывает, в общем-то, довольно, довольно странное явление. 24 глава книги «Исход» стихи с 9 по 11. «Исход» 24 глава стихи с 9 по 11. «Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьдесят и старейшин Израилевых, и видели Бога Израилева». И под ногами его нечто подобное работе вещества сапфира их, как самое небо ясное, и он не простер руки свои на избранных из сынов Израилевых, они видели Бога и кели и пили. Оказывается, несмотря на ваши ответы, Бога Израилева видели, 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 старейшины, об этом упоминается дважды в этом отрывочке. Как это возможно? Каким образом невидимого можно увидеть? Ведь в той же самой Торе в книге Второзаконие очень четко прослеживается и утверждается следующая четвертая глава. Второзаконие четвертая глава стихи с пятнадцатого и далее. Второзаконие четвертая глава стихи с пятнадцатого и далее. Твердо держите в душах ваших, что вы не видели никакого образа в тот день, когда говорил к вам Господь на Хариве из среды огня, дабы вы не развратились и не сделали себе извояний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину и так далее. Итак, два варианта у нас есть. Либо Тора противоречит сама себе, говоря о том, что они видели Бога Израилева, а потом говоря, что они не видели никакого образа, либо они увидели того, кого можно увидеть. Мы находим, что Тора описывает минимум две божественные личности. Минимум две в нашем сегодняшнем исследовании личности, которые обозначаются теми же терминами, теми же словами, имеющие те же самые атрибуты и сущность и природу. Они отличаются в том смысле, что они различимы. Есть тот, кто говорит, и есть тот, о ком говорит Всевышний. Вместе с тем, по природе своей они одинаковы, по природе своей они дождественны. Давайте попытаемся разобраться в том, кого же видел Моисей, кого же видели старейшины, и для этого привлечем иные места Священного Писания. Книга Числа 12 глава стихи с 5 по 8. Числа 12 глава стихи с 5 по 8. И сошел Господь в облачном столпе и стал у входа скини и позвал Аарона и Мариам и вышли они оба и сказал «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем дому моем, устами к устам говорю я с ним, и явно о невгаданиях и образ Господа он видит». Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея? Вновь еще одно место Священного Писания, которое тоже на первый взгляд противоречит тому, что мы прочитали в книге Второзакония, что вы не видели никакого образа, а сам Господь говорит, что Моисей видит образ Господа. Ну, в конечном итоге, скорее всего, мы должны прийти к выводу о том, что вот та вторая личность, вот тот самый ангел Господень, который, как говорит Тора, вывел Израиля и ввел его в обетованную страну, тот, который явился Моисею и назвал себя сущим. Он же являлся Моисею и на горе Синай, он же явился старейшином, именно они его, Бога Израилева, видели. И это та личность, вторая божественная личность, которая руководила всем процессом и вывода из Египта, и дарование Торы, и путешествия по всей пустыне, и расселения в обетованной земле, и дальше, на протяжении всей истории израильского народа, именно эта личность, вторая божественная личность, она управляла, руководила всеми событиями истории. Давайте теперь посмотрим, как эта картина преломляется в книгах священного Писания Нового Завета, в Евангелиях и Посланиях. Приглашаю вас посмотреть на первое послание Тимофею, шестую главу, стихи с 13 по 16. Первое Тимофею, шестая глава, стихи с 13 по 16. Перед Богом все животворящим и пред Иисусом, и пред Христом Иисусом. Дальше прочитаем 16 стих. Единый имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. То есть, подобно тому, что говорит Тора, что они не видели образа, говорит и Новый Завет. Единый, которого никто из людей не видел и видеть не может. Вместе с тем, давайте почитаем в Евангелии Теана 1 главу 18 стих, Иоанна 1, 18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре отчим, Он явил. Вот в этой короткой фразе эта дилемма разрешается. Бога никто не видел, но Бога явил, то есть, продемонстрировал и показал Единородный Сын, сущий в недре отчим, по своей природе являющийся таким же, такой же божественной личностью. Очень интересно на эту тему пишет евангелист Лука в книге Деяния апостолов в 7 главе. Деяния апостолов, 7 глава, стихи 37-38. Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня. Его слушайте. Это тот, который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам. Кто говорил на горе Синаи с Моисеем? Ангел. Давайте еще раз прочитаю. Который был в собрании в пустыне с ангелом, говорившим ему на горе Синаи. Оказывается, все, что произошло на горе Синаи, все данные законы там были даны вот этим ангелом Господним, этой второй божественной личностью, которая в Евангелии Таана называется термином Сын, Сын Единородный, сущий в недре Отчим. Это тот, который установил всю систему поклонения в Ветхом Завете. Это тот, который дал все законы. Он был видим, Он являлся, с Ним вступали в контакт, и Он руководил всей историей. Во втором послании Коринфянам в 4 главе стихи 3-4 на эту тему говорят. Второе Коринфянам 4 глава стихи 3-4. Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Помните, что было сказано в отношении Моисея? Что Он видит? Образ Господа Он видит. Мы читали в 12 главе книги числа. Образ Господа Он видит. Апостол Павел говорит, что Иисус Христос есть образ Бога невидимого. Итак, две личности. Обе по своей природе божественны. Обе обозначаются одним и тем же термином сущий. Обе являются по своим возможностям и по своей природе одинаковыми. Но один из них никогда не являл себя. Один из них никогда не показывал себя. Вот так вот в реальности, лицом к лицу, ни одному из людей. А второй, являясь образом, являясь воплощением, являясь демонстрацией и реализацией Бога, служил вот как раз тем каналом, служил посредником, служил видимым представлением невидимого Бога. Это тот, который называется Сын Божий, это тот, который называется Машех, помазанник, или по-гречески Христос, помазанный, помазанник. Итак, мы находим, что Тора рассказывает нам об удивительной личности, ангел Господь. И то, что мы сегодня с вами нашли, оно в равной степени неудобно и ортодоксальному иудаизму, и ортодоксальному христианству. Почему? Ортодоксальному иудаизму, то, что мы нашли сегодня, это неудобно, потому что он отвергает возможность второй Божественной Личности. И саму идею о том, что Бог стал плотью, жил на земле и так далее. Ортодоксальному христианству эти выводы также неприемлемы. Почему? Потому что законы все оказывается были Христом даны, Сыном Божьим даны. Понимаете, какая картина существует в создании многих христиан? Есть Бог Ветхого Завета, Бог евреев, Бог, который заключил свой завет с одним народом, бедных их отяготил огромным количеством заповедей, вот, и, так сказать, ну, жизнь их сделала жалкой и ничтожной, и несчастной из-за того, что нужно теперь все это было соблюдать. Но потом пришел хороший Бог, потом пришел Иисус Христос, и что сделал? И отменил все, что дал тот Бог и оставил, даже не оставил, а дал две заповеди только, люби Бога и люби ближних, все, красота, теперь все легко стало. Традиционному христианству такой взгляд неприемлем, потому что тогда совершенно меняется природа Божьих законов. Тогда тот Иисус Христос, который ходил на нашей земле приблизительно две тысячи лет назад, он рассказывал, объяснял, толковал и раскрывал смысл заповедей и законов, которые он же сам дал перед этим пятнадцать веков назад. То есть, тогда нельзя сказать, что вот это было для евреев, а вот это для нас. Тогда уже нельзя сказать, что вот эти заповеди, они нас не касаются. Нет. Священное Писание раскрывает совершенно иную картину. Моисей знал Сына Божия лицом к лицу. Он знал того, который затем появится на земле, родится в виде человека в соответствии со всеми пророчествами Танаха и будет назван Ешуа, Иегова, спасает Иегошуа. Иегова есть спасение. И когда ему исполнится тридцать лет, он станет Машехом, он станет помазанником. И появится новый термин Иешуа Ага Машех, Иисус Христос по-гречески. Таким образом, Моисей был знаком с этой личностью, от нее получал законы все, и они потому не чужды христианам, не должны быть чужды христианам, никакого разделения не должно быть. Это Ветхий Завет, это Новый Завет, потому что одна и та же личность и на горе Синае присутствовала, и на горе Голгофе, где был заключен Новый Завет, смерть Агнца Божия, Иисуса Христа. И потому, когда мы знаем это, тогда открывается совершенно другая перспектива и возможность совершенно иного отношения ко всей воле Божьей. Тогда мы вот эту книгу и Танах, и Евангелие, и Послание мы принимаем как единую книгу. Мы не разрываем Ветхий Завет, так называемый Нового Завета. Мы должны принимать это целиком. Это дал один и тот же Господь, один и тот же Бог Израилев, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ну, и в завершении несколько коротеньких отрывочков для того, чтобы закрепить эту очень важную мысль. Евангелие от Иоанна 8 глава стихи с 56 по 58. Ивангелие от Иоанна 8 глава стихи с 56 по 58. Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел и возрадовался. На это сказали ему, тебе нет еще пятидесяти лет, и ты видел Авраама. Иисус сказал им, истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я ессим. Иисус Христос использует здесь по отношению к тебе, к себе термин я ессим, тот же самый, который Он впервые произнес в разговоре с Моисеем. Когда Моисей спросил, как тебе имя? Он говорит, я ессим. То есть, мы узнаем, что Авраам знал эту личность. Так? Новый Завет здесь подтверждает то, что мы уже прочли в Торе. Смотрим теперь также на послание к евреям 11 главу стихи с 24 по 26 евреям 11 глава стихи 24 по 26 Верою Моисей пришед в возраст отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение и поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Какой выбор стоял перед Моисеем? С одной стороны египетские сокровища, с другой стороны поношение Христова. Вы можете себе представить? Давайте еще раз почитаю. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища. В 15 веке до нашей эры Моисей стоял перед выбором избрать поношение Христова или же египетские сокровища. Знал он Иисуса Христа? Конечно, конечно, это тот, который говорил ему на горе Синае. Ну и последний момент. 1 Петра 1 глава стихи 10 и 11. 1 Петра 1 глава стихи 10 и 11. 12. К сему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Кто описывается здесь? Пророки. Пророки Божьи. Пророки, которые предсказывали о пришествии Спасителя, о пришествии Мессии. Они предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которые и на какое время указывал сущий в них Дух Христов. Когда он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу, оказывается, пророков Ветхого Завета, пророков Танаха вдохновлял Дух Христов. По-другому не могло и быть, потому что именно эта личность, божественная личность, она была Богом Израиля. Именно она руководила историей эта личность. Именно Сын Божий, тот, который стал называться Иисусом Христом в первом веке нашей эры, именно Он был у руля. Итак, сегодня мы обнаружили, во-первых, множественность в божественной природе. Я хочу подчеркнуть, что это не христианская выдумка, что Бог больше, чем один. Бог именно един. Во-вторых, мы обнаружили, что тот, кто являлся в Танахе, в истории народа Божия, все коммуникации Бога с землей, с землянами, с людьми шли через Сына Божия, через Иисуса Христа. Тора была дана Иисусом Христом. Все законы Божии были даны им. И потому, когда Он пришел на нашу землю, как говорит 5 глава Евангелия от Матфея, начиная с 17 стиха, «Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел Я, но исполнить. Тот, который дал закон, не может его нарушать. Тот, который дал на Синае все заповеди и предписания, пришел не для того, чтобы их отменить». Благая весть сегодня заключается в том, что, оказывается, Бог в иудаизме и Бог в христианстве – это одна и та же личность, это одно и то же существо. Потому, вместо того, чтобы подозревать друг друга, обвинять друг друга, необходимо учиться друг у друга, слушать друг друга, смотреть, чем можно обогатиться представителям и той, и другой религии, для того, чтобы воля Божья полнее могла исполниться в жизни каждого из нас. Аминь.